Всё, что тебя касается, всё, что меня касается, Всё только начинается, это наше всё. Доброго последнего февральского понедельника! Всем привет, друзья! 26 февраля на календаре. Программа «Наше всё». Виктория Сарада, Андрей Козицкий, куча камер, прекрасное настроение. Вот он, сценарий. У Вики вот макияж, макияж на пальцах, лак, маникюр. Вот. Что-то понесло тебя, дружок. Ну, знаешь, ты рада, что погода к нам благосклонна. На этой неделе обещает минимум минус 16, и это всего лишь глубокая ночь, когда мы точно этого не заметим. А знаешь, у кого двойная защита от холода по ночам? Кому вообще никакие морозы не страшны? Ну-ка, давай, просвети меня. Ну, у тех, кто живёт в доме от строительной компании «Водостро» от нашего генерального партнёра. Ваша идеальная квартира уже ждёт встречи с вами в жилом комплексе по улице Сергея Ушакова, 13. Вдали от больших дорог с детской и спортивной площадками, с просторным двором. Рядом детский сад и школа. Продаются квартиры в готовых и строящихся домах от надёжной компании «Водострой». Проектно-декларация на сайте www.водострой.net. Звоните 24 0404. Андрей, почему ты идёшь на выборы? Ну, вообще, знаешь, как бы это ни звучало, но я на самом деле так считаю, что на выборы должен сходить каждый. И как там все говорят, что от наших там решений ничего не зависит, я всего лишь один. Нет, на самом деле, ну это я думаю, что это гражданский долг. Это всё зависит на самом деле. Поэтому вот я предлагаю вообще взять и сходить на выборы. Обязательно. Вот знаешь, наш коллега, блогер, общественный деятель и человек с активной гражданской позицией, это всё я проуссуриться Максима Прокудина, считаю, что каждый должен принять участие в становлении будущего своей страны. Ну, вот я, может быть, и не Максим Прокудин, но вот он прям процитировал меня. Как я только что сказал, только более красиво. Согласна, согласна. Ну, Макс написал статью, в которой образно обратился к колоде карт. Вот смотри, король, то есть, ну, президент, помнит, что над ним туз, а туз это кто? Туз это народ. Ну, а туз помнит, что он не шестёрка. Вот такое, представляешь, такое вот образное сравнение. Сказать, что я ошеломлён, не сказать ничего. Ну, я считаю, что это, конечно же, очень крутое сравнение. А не только, ну, вообще не только это сравнение, но и статью в целом оценили в Союзе журналистов России. И уже завтра Макс полетит в Калининград на медиафорум. Где его будут отчитывать? Нет, на самом деле он полетит на медиафорум Общероссийского народного фронта. Он состоится с 28 февраля по 2 марта. Вот, ну, и мы, я думаю, что обязательно свяжемся с Максом по видеосвязи, чтобы он сам всё рассказал в красках об этом событии. Знаешь, вот вся эта история почему-то заставила меня вспомнить поговорку. Сделал дело, гуляй смело. Ну, я вообще люблю просто вспоминать поговорки. Ну, знаешь, правильно, что ты вспомнил именно эту поговорку, потому что, а, делов-то, 18 марта по пути по делам, да, каким-то там заехать на свой избирательный участок, за 5 минут поставить галочку, и всё, делу конец, ты молодец. Да, не всё, коту маслинице. Ну, как так, так ты хотела, чтобы я продал. Ну, вообще, знаешь, действительно, не так затратно в плане времени, потому что, вот, например, наш дизайнер Мария, она больше времени тратит, чтобы сделать новый выпуск рубрики. И, между прочим, друзья, для вас старается подставка под горячее. Сегодня в рубрике. Смотрим. Да, из чего, увидите прямо сейчас. Здравствуйте, с вами Мария Суботина. На кухне мелочей много не бывает. И сегодня мы будем делать подставку под горячее из самых обычных прищепок. Для этого нам понадобятся прищепки, клей-пистолет или обычный монтажный клей и спрей-краска. Начнем с того, что вытащим из наших прищепочек пружинку. Теперь склеиваем наши прищепочки обратной стороной друг к другу. Так как прищепки у нас цветные, мы их сначала покрасим белой краской, загрунтуем. И теперь можно придать цвета нашей подставке. Вы можете выбрать любой, я же выбрала серебряный. Наша подставка под горячее готова. На нее вы можете разместить не только чайник с чаем, но и кружечки. Друзья, говорят, существует прямая связь между склонностью человека к разным видам деятельности и числом его даты рождения. Андрей, вот я предлагаю нам с тобой провести такой вот эксперимент, тест, я не знаю, гадание, как это сказать. Ну и в общем узнать, занимаемся мы тем ли делом или же не тем ли делом. Тем ли делом, ну давай, как Костюшкин, говоришь, свои рифмы. Итак, что, придется вспомнить все правила сложения. Да, оно от перемены мест слагаемых сумма не меняется. Да, если приплюсовать к одному, второе, получится сумма. Получится третье. Да. Ну, на самом деле, все верно, складывать цифры нам придется, ну и числа рождения. То есть цифры, которые числа рождения. И у меня и у тебя получается единица, да? Так вот, это число лидера, власти и первопроходца. Как, ну, мы уже не раз об этом говорили. Ну и сфера деятельности, это что? Такая, мы такие, мне нравится, что мы скроем. А кто, смотри, два лидера, да, сейчас, кто из двух лидеров лидер? Кто? Продолжай. Продолжай. Ну, на самом деле... Тот, кто может заставить другого, продолжит читать текст. На самом деле, любая работа, где есть возможность генерировать новые идеи, нам подвластна. Однообразная работа нам... Нет, нет, это не наш, да. В общем, однообразной работы таким людям следует избегать. Ну, тогда, Вика, мы точно на своем месте. Главный принцип двойки – это сотрудничество и эмоциональность. Да, ну, людей с жизненным числом два ждет успех в социальной и обслуживающей сфере. Тройка – это число увлеченности и самовыражения. Однообразная работа тоже не для вас. Четверка олицетворяет организованность и практичность. Такие люди очень аккуратны и основательно. Не потерпят безответственного подхода к любому делу. Они мастера по части деталей. Хорошо. Там мозаика, пазлы. Почему нет? Ну, а общительность и динамика, честность и объективность – вот главные принципы пятерки. Следует избегать работы в одиночестве, где нет общения. Шестерка – это воплощение ответственности и заботы. Работа, где необходимы быстрые и решительные меры организации людей, а также широкомасштабная деятельность. Это противопоказанная. К сожалению, противопоказана такая работа. Ну, число семь символизирует знание и порядок. Тонко чувствуя и понимая других людей, такие люди становятся преподавателями или психологами высшего класса. Ответственность и предприимчивость – это девиз восьмерки. Эти люди обладают умением управлять большими коллективами. Число девять символизирует что, Вика? Идею и творчество. Ну, для таких людей наиболее предпочтительна деятельность со свободным распорядком дня. Ну, вот примерьте эти расчеты на себя. Так ли это? Ну, и, конечно же, прислушайтесь к советам от нумерологов на сегодня. Здравствуйте! С вами ваш личный нумеролог Алия Ахмеджанова. И мы начинаем новую неделю. Сегодня 26 февраля. В нумерологии этот день обозначен как символ власти, денег и признания. Забегу вперед и скажу – рожденные в этот день от природы деловые люди – это будущие бизнесмены и управленцы, труженики мира, стабильные и продуктивные, отличаются сугубо деловым подходом к жизни. Вот такие интересные люди числа 26. Ну, и прогноз. Сегодня проявляйте инициативу и хватайтесь за любые предложения. Сегодня ваши старания должны быть направлены на улучшение материального положения. Отвага и уверенность – вот, что вам сегодня необходимо. Будет очень замечательно, если вы в этот день займетесь благотворительностью, так как число 26 подразумевает поддержку и помощь. Разрушительный аспект дня. Сегодня вы обидчивы, скупы и мстительны. Поэтому следует избегать проявлений этих качеств. Счастливое число дня – 3. Цвет – все оттенки фиолетово. Эмоциональный фон нестабилен. Всем пока и отличного начала недели. С вами была я, Алия Ахмеджанова. Уссурийск присоединился к российскому движению школьников. В этом году 26 школ из 15 муниципалитетов края планируют подключиться к его деятельности. РДШ – это общероссийская общественно-государственная детско-юношеская организация. И главная цель – совершенствование государственной политики в области воспитания подрастающего поколения. РДШ – членство «Любью тебя, Вика» допускается с 8 лет и является добровольным. Вот так вот, понимаешь? Будь добровольцем. Сделай в 8 лет – правильный выбор. Ну, или как. Да. На самом деле, знаешь, это очень полезная организация. Старшие ребята дают советы младшим. И это я не прожисть. Там, типа, мне 9 лет, и я там знаю, что ты знаешь о жизни. Давай, вот это я знаю, я прошел продленку, да, я могу уже делать тебе, давать советы. Нет, я, вот смотрите, например, по поводу образовательных учреждений могу давать советы, да, любой может высказать свое мнение. Так, российское движение школьников уже провело исследование общественного мнения по изучению качеств обучения в вузах. И как думаешь, какой вуз стал лучшим? Ммм, Оксфорд. Наш российский. Третье училище. Третье училище? Какое? Нет, на самом деле, первое место по количеству положительных отзывов студентов занял национальный исследовательский ядерный университет МИФИ. После ты хотела, чтобы я попал, да, среди всех вообще вузов, университетов, заведений, училища. Не, ну, мало ли, знаешь, многие говорят, вот, ну, просто МГУ – это, типа, главный вуз страны. Ну, вот, знаешь, рядышком с МИФИ… Это Аргандинское общество национальных ископателей. Нет, Московский государственный институт международных отношений МИД России. Вот так вот. Вот. Ну, знаешь, просто так можно пасть в эту… вообще, просто можно пасть в эту общественную организацию? Не совсем. Вот, ну, Андрюш, тебе уже поздновато, ты уже дедушка. Да, но на самом деле необходимо пройти испытательный срок. В нашем городе что? Я прошел все испытания. Нет, да, я получил аттестат о среднем, военный билет, высшее образование, трудовая книжка, да. Нет, на самом деле в нашем городе вступить в движение попытается Центр детского творчества и средняя школа номер 30. Ну, а другие школы, они тоже могут подать заявку до 24 июня. Ну что же, время есть, будьте активными гражданами с самого детства. Ну, а мы пока прервемся на короткую рекламу пост и продолжим. Знали бы вы, какие умные речи я говорю в час ночи перед эфиром, ну, да у себя в голове еще. Ну, не поверили бы. Кстати, этот философ Виктория Сарада. Я Андрей Козицкий и вы смотрите программу «Наше все». Сегодня понедельник. Более того, это последний понедельник февраля. Зимушка-зима на финишной прямой, и это радует. Вик, вот скажи, откуда столько позитива? Откуда вот черпаешь настроение в понедельник? Ну, знаешь, это своеобразное обострение. Вот. Обострение, которое я пытаюсь избежать. Ну, вот, чтобы встретить весну на позитиве, да, психологи советуют разбудить внутренний мир. Так, как? Как это нужно сделать? Подтрясти? Ну, знаешь, в первую очередь подразумевают психологи... Типа такой вышел, такой, ой, как тепло. Нет. Я говорю, вы что, вы в шортах? Да, нет, вы что, прикалывались? Нет, а на самом деле психологи говорят «влюбитесь». Влюбитесь, друзья. Но, точнее, лучше так сильно, чтобы вот прям бабочки в животе, знаешь, чтобы вот прям додрожи в коленках. Но я решила убить двух зайцев одним выстрелом и влюбилась в спортивный зал. Вот. Потому что второй совет как раз-таки – пусть вашим спутником жизни станет спортивная стряска. Ну, это истерия. В здоровом теле – здоровый дух, правильно? Молодец, ты сегодня просто пословицами и поговорками блещешь. Ну, отсюда вытекает и следующий пункт – красота и смена образа. Все почему? Потому что начинайте заниматься спортом, худейте, следовательно, приходится менять гардероб. Ну, вот я все-таки, знаешь, не знаю, это приятный плюс или это можно отнести к непредвиденным расходам все-таки. Я говорю, блин, 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 может быть, все-таки съем шаурму, чтобы платье на мне так не висело. И бабах! Все, одна за другой. Нет, ну, знаешь, еще говорят, что ни в коем случае нельзя оставаться одному. Хотя я лично, я вот комфортно себя чувствую наедине с собой. Но все же, нет, если второй половинки, друзья всегда заняты, то заведите себе питомца и свою энергию отдавайте ему. Ну, а он взамен будет отдавать вам свою энергию и радовать вас. Настоящая японка уже год живет в семье Ивановых. По-русски не говорит, но отлично понимает. Кореглазая Аки, или, как называют домашние, Айка. По роду Акитоидну прославил Хатика. Тот самый верный пес, который ждал своего хозяина 9 лет. Наша героиня ждать не любит, ей нужно быть везде и всюду. Будучи щенком, зарекомендовала себя настоящей проказницей. Иди сюда. Дай мне. Дай. Иди сюда. Давай. Забрала маму-банечку, да. Характер у нее очень добродушный. Потому мы ее, в принципе, и завели. У нас до этого была хаски. Она была тоже очень добрая, но такая непоседливая и такая с характером. Эта собака просто член семьи. Мне кажется, если бы она умела разговаривать, она бы разговаривала. Она любит детей, любит людей. К детям Ольге относятся как к младшим сестренкам. Нет, нянчить не помогает. Айка за подвижные игры и веселье. Они играют вместе. У них есть любимые игрушки, мячики, мягкие игрушки. Бегают друг за другом. Марьяна ее кормит, та ее лижет. Ко второму малышу тоже пытается носиком подлезть, лизнуть ее. Как настоящая японка, Айка любит красоту. Чтобы шерсть выглядела роскошно, щетка в помощь. Минимум два раза в неделю. Период линьки чаще. К рациону улыбчивой привереды стоит подходить с умом. Ест она мясо с кашкой, с морковкой или со светлой. Ну, выбирает она только мясо. Кашу она оставляет и любит косточки погрызть. Осенью мы были на дрессировке. И вот с того момента она стала ко мне привязана, мне кажется, еще больше. Мужа она побаивается, потому что чувствует, что у него крепкий, стойкий характер. Если надо, то она всегда от него получит. А меня она просто любит, как мамочку. Ведь мама не наругает, даже если вдумаешь посегнуть на запретный плод в виде дивана. Друзья, важная информация. Банки спрячут котировку. Теперь курсы валют можно будет узнать только внутри финансового учреждения. Банк России разместил на своем официальном сайте информацию о запрете табло с курсом. Это касается отдельно стоящих конструкций и тех, что крепились к стенам банков. Также не будет никаких счетов и стендов вне зданий. Ну, а объяснили тем, что такие рекламы характерны нелегальным обменным пунктам. В свою очередь граждане могут попасться на удочку и обменять валюту по невыгодному курсу. Ну, единственное, чтобы определиться, где именно обменять деньги, придется потратить очень много времени. Ну, по мне, такие табло, они упрощали нам жизнь. Ну, а теперь останутся в истории, нашей истории. Снова здравствуйте. Поговорим еще раз о птицах. Да, экзотических, ярких, красивых птиц много там, где, как говорится, нас нет. Или мы бываем иногда на отдыхе в южных странах. Но некоторые очень красивые, очень яркие птицы живут не только у нас в Приморье, но и гораздо севернее, а у нас только прилетают на зимовку. К таким относится, например, вот эта прекрасная птица свиристель. Она не столь может быть броска в целом, но такие яркие пятна у нее, такие у нее красные пластиночки на крыльях. Это действительно удивительная птица с таким ярким хохолком, большим, красивым. И за ней, как за райской мухоловкой, например, не надо идти куда-то далеко в лес, не надо ее разыскивать. Она живет прямо у нас в городе. Поскольку в период зимней бескормицы она прилетает к нам на наши площади городские, на наши кварталы, там, где есть ягоды. Дикая яблоня, боярышник высаженный и питается этими плодами. Если мы больше будем внедрять в озеленение нашего города не только красивые растения, но еще и растения с плодами, для этих птиц будет больше пользы. Как часто можно увидеть? Ну, можно увидеть ее с ноября по апрелю, эту птицу в наших городских скверах. Когда я последний раз видел эту птицу вчера, в парке Адара была небольшая стайка, чисто насекомоядная птица летом. Она прекрасно ловит насекомых, но зимой, когда насекомых нет, она переходит на питание плодами. И это может ей грозить серьезной опасностью, поскольку плоды в период оттепели зимней могут оттаивать и потом бродить. Возникает там спирт, они объедаются этих ягод и пьянеют, падают, замерзают. Их собирают хищники. Такое тоже может случиться. И такое бывает. Ну и в данном случае, если вдруг вы увидели упавших на снег птиц, ну, может быть, можно им как-то помочь, чтобы они не замерзли. Только дома держать их не стоит долго. Как только они оттаят и отойдут от алкогольного опьянения, их лучше выпустить. Пусть они живут на свободе. Ну, что на выходных делали? На выходных? Оформлял машину. Машину купили? Да. Поздравляю. Спасибо. Хорошая новость. Ну, так получилось. Пришлось заниматься. А планы какие на будущее? Планы на будущее? Притворить жизнь в свои изобретения. Вы изобретатель? Ну, в некотором роде, да. Хобби разные у меня. Много. Футбол, хоккей и еще, так сказать, нумизм. Дела хорошо. Все новое, все интересно. Готовимся к выборам. Мы сегодня были в Владивостоке на празднике, посвященном 23 февраля, Дня защитника. Был хороший концерт. Мы с удовольствием посмотрели выступление наших первых лиц. Края, было приятно и здорово. Мы готовимся к празднику, 23 февраля, наша община. У нас сейчас мы открыли спортзал в нашей общине, группа здоровья у нас работает. Мы сейчас возобновили работу с молодежью. Очень здорово, позитивно. Ну, можно, давайте, какие планы на будущее? Планы были лично у меня? Да, лично у вас. Лично у меня, приятно, планы на будущее. Это, конечно, чтобы были у меня здоровые дети, внуки. Мы к этому стремимся, к новым вершинам лично, как и руководители общественной организации, чтобы казачество прославлялось и процветало. Вот какие главные планы и задачи наши. Андрей, недавно на просторах интернета нашла очень душевные строки, и вот мне очень хочется поделиться ими с нашими телезрителями. Давай. Берегите друг друга, люди. Боль потери не лечит хмель. Мы художники наших судеб, мы и кисти, и акварель. Относитесь к любви, как кладу, чтобы потом не рыдать ей вслед. Без любви ничего не надо. Без любви ничего нет. В общем, друзья, к этим красивым строчкам, что хочешь сказать? Любите друг друга, любите дело, которым вы занимаетесь, любите вообще все, что вас окружает. С вами были Виктория Сарада и Андрей Козицкий. Хорошей недели вам, друзья. Мы не прощаемся, а говорим, скоро увидимся. Никуда не переключайтесь, наши хорошие, милые, прекрасные, дорогие. Все, что тебя касается, все, что меня касается, все только начинается, это наше все. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова